Доклад. Доклад. И да, мы видим верховного уголокомандующего, президента России Владимира Путина, вместе со своим коллегами Мали Рахмоном. Они вышли на Красную площадь, направляются ко всем, кто там сейчас собрались. Ну уж больше примета того, что все готово к параду, не бывает. Посмотрим, куда проследуют лидеры, наш коллега Алексей Петров. Следит за их прохождением. Ну вот мы слышим уже и первые команды, которые звучат над Красной площадью, по традиции, стоя приветствуют глав государств. Первым делом правильно. Это можно и нужно было предположить. Первым делом президент направляется к ветеранам, которые есть сегодня на главной площади страны. В традиции всегда молодой парень стоит из числа своростов. Ну вот главное, конечно, ветераны молодцы. Вот смотрите, какие ребята, позволю себе такое слово. Ведь большинству к ста годам, к ста годам. Однако многие и плачи с себя сняли, и пледы. Вот это же действительно закаленное, легендарное поколение, над которым мы с вами все и живем. И говорим на том языке, о котором нам люб. Если бы не эти люди, не было бы нас с вами сегодня на Красной площади. Не было бы что, много что праздновать. Не было бы с кем поговорить. Не будем забывать об этом ни на секунду. Сегодня день огромного, святого, важнейшего праздника в стране, но и день памяти. День преклонения, день благодарности, но и день памяти, памяти, памяти. Смотрите-ка, много среди ветеранов. К счастью, и тех, кто представляет генерал-полковник. Вот генерал-полковник, к сожалению, не знаю, как его зовут. Полковник, майор. Я приветствую главнокомандующего Верховного. Я думаю, сейчас после того, как Путина всех его приветствует, мы перейдем к собственному параду. Хотя вот я поднимаю голову на аккуратно. Это да, у нас осталась буквально минутка. Смешно, конечно, у нас с вами электронные часы на экране, но здесь есть возможность сравнить с курантами. 1 минута 17 секунд остается до того, как пробьют куранты. И, собственно говоря, президент, зная об этом, поприветствовав ветеранов, идет к своему месту, занимает его. И сейчас давайте вместе со всеми собравшимися на площади вслушаемся в эти последние секунды тишины. Ждем куранты и наблюдаем за филигранной мастерской работой операторов, которые сейчас будут выхватывать каждую секунду. Ждем парад. 39, 38, 37 секунд. Аурус 0,02. 0,01 у министра обороны. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Парад Победы! Парад Победы! Парад Победы! Под государственный флаг Российской Федерации! И знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На краб! У! На Красной площади государственный флаг Российской Федерации и штурмовой флаг 150-й Идритской стрелковой дивизии, ставшей главным символом победы в Великой Отечественной войне. 76 лет назад алое знамя, водруженное над поверженным Рейхстагом, возвестило всему миру. Война окончена! Фашистские полчища разбиты! Победа за нами! Сегодня флаг Российской Федерации и знамя победы надежно держат в своих руках наследники воинов-победителей сержанты Антон Михайлов и Дмитрий Монастырев. Возглавляют знаменные группы майоры Максим Малахов и Алексей Рукленко. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 С первых дней войны сотни тысяч добровольцев ушли на фронт защищать родную землю от фашистских захватчиков. Их беспримерные героизмы отвага при обороне Бреста и Одессы, Севастополя и Смоленска, Тулы и Ленинграда, Москвы и Сталинграда взорвали планы по молниеносному разгрому Советского Союза. Да всегда вписали свои имена в дело победы друженики тыла. Своим самоотверженным трудом в кратчайшие сроки они смогли восстановить производство и обеспечить Красную Армию необходимым вооружением и военной техникой. Наследники воинов-победителей и весь российский народ чествуют знамя победы и ветеранов Великой Отечественной войны, освободивших нашу Родину и страны Европы от коричневой чумы. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Под звуки встречного марша министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу, направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности к параду. Встречает министра обороны, словно командующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона, для парада в ознаменовании 76-й годовщины победы Великой Отечественной войне, построены командующий парадом генерал армии Солюков. Начинается объезд парадных расчетов войск. Министр обороны Сергей Шойгу направляется к парадному строю полка сухопутных. войск для приветствия военнослужащих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ министр обороны. Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Сегодня личный состав сухопутных войск совершенствует свое боевое мастерство, осваивает новые образцы вооружения и военной техники, а также эффективные способы их применения. Сухопутные войска продолжают играть важнейшую роль в обеспечении безопасности и отстаивании национальных интересов России. Здравствуйте, товарищи! Здравствуй, товарищ мистер Ром! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил парадные расчеты воздушно-космических сил. Летчики военно-воздушных сил, военнослужащие сил противовоздушной обороны и космических войск в ходе внезапных проверок и боевого дежурства показали высокую готовность к выполнению задач в охране воздушно-космического пространства страны. Министр обороны поздравил парадные расчеты воздушно-космических сил. Министр обороны приветствует парадных строй подразделений Западного военного округа, войск связи, военнослужащих военной полиции, Росгвардии и МЧС России. Министр обороны поздравил парадных строй подразделений. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ Министр обороны! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днём Победы парадные расчеты воздушно-десантных войск, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты и ракетных войск стратегического назначения. Министр обороны поздравил с Днём Победы парадных строй подразделений. Здравия желаю, товарищ Министр обороны! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Владимиру Владимировичу Путину! Ура! 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 главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Войска московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём Победы, Победы колоссального исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколение, которое мы чтим и которым гордимся. Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплочённости и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Мы одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну, одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года. Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе. Добился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий, сражались за каждую пять родной земли. За подмосковные поля, Карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, Волжские и Донские степи. Доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей увековечены в высоком звании городов-героев Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленск. Нерасторжимость фронта и тыла обеспечивали всё необходимое для фронта и для победы. Делали всё на заводах по Волжье и Урала, Сибири и Дальнего Востока, в городах Казахстана и Республик Средней Азии. Мы помним и тех, кто даровал кровь, Кровь поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников. Вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Непроходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. Неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания. Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас, уничтожить как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы. Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от коричневой чумы. Вынес нацизму исторический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной человеческой правоты, с жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта, той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере. Его великим воплощением стал подвиг врачей и медсестер, которые спасали раненых, боролись за каждую жизнь и на передовой, в самом пекле, и в госпиталях, на фронте и в тылу. Но тогда, в 1941-м, впереди было еще 4 года самой кровопролитной войны. Она бела по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит, и по тем, кому так и не суждено было родиться. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологий нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа, надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей. Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас, вершина, к которой мы должны стремиться. И утверждать значимость, ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках, в наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днём великой победы! Ура! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Солюков. Продолжение следует... На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Юные музыканты в составе рот и юные музыканты в составе рот и барабанщиков открывают торжественное шествие войск, задавая темп и ритм движения парадных расчетов. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Победы и знамени Вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает рота почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. На Красной площади исторические боевые знамена воинских частей, награжденных в годы войны орденом Александра Невского. Продолжатели их подвигов сегодня в парадном строю. В этом году выдающемуся полководцу и защитнику Руси, князю Александру Невскому, исполняется 800 лет. Мимо трибун проходит рота Московского Суворовского военного училища под командованием полковника Игоря Якимова. Воспитанники училища являются постоянными участниками парадов Победы. На Красной площади Тверское Суворовское военное училище. Во главе парадного расчета полковник Игорь Казадаев. Своих первых воспитанников, опаленных военной судьбой, училище приняло в 1943 году, став для них родным домом и школой жизни. На брусчатке Красной площади парадный расчет Севастопольского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Попов. По Красной площади проходят юные моряки Тронштадтского морского кадетского корпуса, возглавляемые капитаном первого ранга Николаем Доббешко. В стенах учебного заведения возрождены лучшие традиции морского кадетского образования. На марше парадный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» возглавляет строй лучших представителей движения Дарья Борисова. Во всей стране участниками движения стали более 800 тысяч юношей и девушек, занимающих активную жизненную позицию. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России открывают прохождение слушатели Общевойсковой Академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Александр Романчук. 24 командующих фронтами, более 80 командующих армиями постигали науку побеждать в стенах Академии. Свыше двух тысяч выпускников прославленного учебного заведения стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Мимо трибун проходит парадный расчет Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет генерал-майор Владимир Луговой. Военный университет – ведущая военно-гуманитарная школа России. Из его стен выходят высококвалифицированные специалисты, военно-политической работы, военные психологи, юристы и переводчики. Более 300 выпускников учебного заведения стали героями Советского Союза и России. Торжественным маршем по Красной площади проходит Военная Академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. По главе парадного строя – генерал-майор Владимир Коновалов. В годы войны выпускники Академии участвовали в подготовке и проведении всех стратегических, фронтовых и армейских операций. На Красной площади курсанты Военной Академии, войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Подглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. В годы войны войны-зенитчики самоотверженно выполняли задачи по защите от налетов вражеской авиации. Сегодня Академия ведет подготовку командных кадров для службы на самых современных зенитных ракетных комплексах и системах. В парадном строю военнослужащих женщин – курсанты пяти высших военных учебных заведений России. Будущие специалисты тыла, военные психологи и переводчики, юристы и финансовые работники, офицеры Воздушно-космических сил и войск связи. Командует парадными расчетами майор Мария Васильева и капитан Светлана Зыкова. Сегодня свыше 40 тысяч женщин проходят службу в рядах российской армии. Перед трибунами проходит полк Воздушно-космических сил России. Их представляют офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зебров. За столетнюю историю академии более полутора тысяч выпускников удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. В этом году страна отметила 60-летие первого полета человека в космос выпускника академии Юрия Гагарина. В настоящее время академия готовит квалифицированные офицерские кадры по всему комплексу специальностей для военной авиации и войск радиоэлектронной борьбы. На марше парадный расчет военно-космической академии имени Можайского. Во главе парадного строя начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. Выпускники академии являются ведущими инженерными специалистами в космических войсках. Сегодня академия является основным учебным и научным заведением по подготовке уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России открывает прохождение военных моряков парадный строй военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Его возглавляет капитан первого ранга Андрей Клименко. Выпускники академии составляют основу руководящего состава современного флота России. Более 30 выпускников академии являются героями Советского Союза и социалистического труда. Мимо трибун проходят курсанты-севастопольцы Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Гринкевич. Выпускниками училища являются более 20 тысяч морских офицеров. Среди них свыше 20 героев Советского Союза и России. Морскую пехоту на Параде Победы представляет 61-я отдельная киркенесская бригада морской пехоты Северного флота. Подглавляет парадный строй подполковник Иван Соловкий. Нынешнее поколение морских пехотинцев продолжает славные традиции по защите Арктического региона России. На марше полк ракетных войск стратегического назначения возглавляет парадный расчет генерал-майор Андрей Морозов. В его составе офицеры и курсанты двух высших военно-учебных заведений ракетных войск стратегического назначения Академии имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. В этом году Серпуховский филиал отметил свое 80-летие. Выпускники учебных заведений являются уникальными специалистами по эксплуатации всех типов стратегических ракетных комплексов, в том числе комплексов ЯРС, мобильного и стационарного базирования. Профессиональные знания и навыки, полученные в стенах Академии, позволяют офицерам ракетных войск стратегического назначения эффективно решать задачи по защите национальных интересов России. Гордо-Чеканя-Шаг идут военнослужащие воздушно-десантных войск. Парадный расчет Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет начальник училища полковник Руслан Евкодимов. Его выпускники по уровню профессиональной подготовки были и остаются одними из лучших в вооруженных силах России. Мимо трибун проходит 331-й Гвардейский Костромской парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Во главе парадного строя командир полка полковник Олег Шмелев. Полк является первым в российских вооруженных силах достойным высокого звания ударный. Домарша Московский пограничный институт ФСБ России. Парадный расчет возглавляет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Сегодня в строю внуки и правнуки пограничников, первыми принявших удар врага в первые дни войны. На брусчатке Красной площади военнослужащие 45-й Гвардейской берлинской инженерной бригады возглавляет парадный строй полковник Роман Брикульский. Благодаря военным инженерам успешно проведены десятки оборонительных и наступательных операций Великой Отечественной войны. На главной площади страны военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии успешно выполняют свои обязанности в войсках. В парадном строю курсанты военной академии связи имени маршала Буденова возглавляет парадный строй начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. Более ста лет академия готовит командиров и инженеров для подразделений связи российской армии, а также для вооруженных сил более чем 40 иностранных государств. До Красной площади военнослужащие железнодорожных войск. Их представляет 38-я отдельная железнодорожная бригада. Во главе строя командир бригады полковник Игорь Орлов. Более 170 лет воины-железнодорожники выполняют самые сложные задачи, кратчайшие сроки и с высоким качеством. Проходит парадный расчет военной полиции, вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет строй подполковник Виталий Пекалов. Военные полицейские достойно выполняют специальные задачи, в том числе и за пределами России. Во брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. Во всем мире выпускники Академии признаны одними из лучших при ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении человеческих жизней. На марше парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Войск Национальной гвардии Российской Федерации по главе с командиром дивизии генерал-майором Дмитрием Черепановым. С парада 41-го года военнослужащие дивизии уходили на фронт защищать Москву. А в июне 45-го на параде победы бросали к подножию мавзолея знамена и штандарты поверженных фашистских частей. Всероссийское казачье общество представляют парадные расчеты Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского во главе с казачьим генералом Николаем Далудой. Сотни лет казаки защищали родную землю, осваивали новые территории и охраняли границы. Сегодня казаки продолжают традиции предков, воспитывают молодежь и служат России. На Красной площади военнослужащие Западного военного округа открывает прохождение парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой даманской дивизии имени Калинина, который возглавляет полковник Сергей Медведев. Боевое крещение дивизия приняла в июле 41-го, защищая Смоленск. За массовый героизм и мужество личного состава дивизия в числе первых была удостоена высокого звания гвардейская. Даманцы освобождали Северный Кавказ, Крым, Прибалтику и Восточную Пруссию. 34 героя Советского Союза и 5 пулных кавалеров Ордена Славы навечно вписаны в историю дивизии. На марше парадный строй 4-й гвардейской танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Владимир Завадский. За отличие в боях в районе Среднего Дона, танковое соединение получило почетное звание Кантемировское. В ходе войны дивизия с боями прошла путь от Воронежа до Праги. На знаменах воинских частей дивизии 23 боевых ордена. Более 70 лет десные узы связывают прославленные соединения и казачество. За эти годы тысячи казаков прошли военную службу в подразделениях дивизии. На Красной площади 27-я отдельная севастопольская мотострелковая бригада во главе с командиром бригады полковником Дмитрием Аксеновым. В годы войны личный состав бригады освобождал Крымский полуостров и Республики Прибалтики. Зарадные подвиги 13 военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Двое являются полными кавалерами Ордена Славы. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом подполковник Вадим Исаков. Более чем за столетнюю историю свыше 600 кремлевцев стали генералами, 5 выпускников – маршалами Советского Союза. Подвиги и ратные дела 109 выпускников училища отмечены высоким званием Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Сегодня училище является передовым военным учебным заведением по подготовке высококвалифицированных офицерских кадров для сухопутных войск Российской Федерации. Героя Советского Союза Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. Под гул моторов на Красную площадь входят парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения. Сегодня в парадном строю механизированной колонны по Красной площади пройдет более 190 единиц техники. Право открывать парад предоставлено военнослужащим 1-й гвардейской краснознаменной танковой армией, которой командует генерал-лейтенант Сергей Кисель. На лучших танках Великой Отечественной войны Т-34-85. За годы войны 1-я танковая армия несла достойный вклад в разгром вражеских соединений. Возглавляет парадный расчет легендарных 34-х капитан Сергей Громов. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации открывает прохождение колонна под командованием капитана Ивана Роженко 45-й гвардейской орденов Кудузова и Александра Невского, бригады специального назначения на бронированных автомобилях повышенной защищенности, «Тайфун-ПВО» и «Тайфун-ВДВ» с боевыми модулями дистанционного управления. Проходит колонна 15-го гвардейского шавлинского мотострелкового полка Таманской дивизии под командованием майора Дмитрия Цыганова. В ее составе боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и новое поколение тяжелых БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». В составе парадного расчета 27-й гвардейской севастопольской мотострелковой бригады Основная боевая машина пехоты БМП-3 Возглавляет парадный строй майор Игорь Матвеев. Боевая машина стала надежной опорой мотострелков при ведении боевых действий в любых условиях. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б-3М 1-го гвардейского чертковского танкового полка имени маршала Катукова Таманской дивизии. Командует парадным расчетом капитан Расим Тагиев. За годы войны полк награжден шестью боевыми орденами. На брусчатке колонна танков Т-80БВМ с газотурбинным двигателем 200-й отдельной мотострелковой бригады возглавляет парадный расчет капитан Александр Корнишин. Сегодня танкисты надежно стоят на страже арктических рубежей нашей Родины. На Красной площади парадный расчет современных образцов российской бронетехники 27-й гвардейской севастопольской мотострелковой бригады под командованием майора Константина Усольцева. В составе расчета танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». На брусчатке Красной площади боевая техника ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Российской Федерации под командованием подполковника Алексея Ярукова проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На боевом знамени бригады 7 орденов, в том числе орден Александра Невского, полученных за освобождение Новороссийска, форсирование Днепра, Одера и взятие Берлина. На Красной площади дивизион модернизированных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» 439-й гвардейской Перекопской реактивной артиллерийской бригады возглавляет парадный строй капитан Вениамин Пряткин. Военнослужащие бригады продолжают славные традиции боевых расчетов легендарных «Катюш». Снегольную артиллерию представляет колонна 152-мм самоходных гаубиц МСТА-С и коалиция СВ 236-й артиллерийской бригады командует парадным расчетом майор Виталий Толочка. Уникальная система управления огнем и высокие технические возможности позволяют артиллерийским системам поражать цели с максимальной точностью и скорострельностью. На Красную площадь выдвигается парадный расчет частей противовоздушной обороны сухопутных войск. Командует парадным строем майор Сергей Орехов. В составе расчета зенитные ракетные комплексы ТОР-М2 Гвардейского торнопольского полка 4-й Кантемировской дивизии и БУК-М3 53-й зенитно-ракетной берлинской бригады. Современные зенитные ракетные комплексы позволяют отражать удары любых средств воздушного нападения. На марше зенитные ракетные комплексы Воздушно-космических сил открывает прохождение колонна зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» 612-го Гвардейского киевского полка под руководством майора Сергея Шишкина. За успешное выполнение задач Волк награжден пятью боевыми орденами. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 93-го Гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Андрея Жильцова. Боевые характеристики комплекса С-400 «Триумф» делают его лучшим в мире в своем классе систем противовоздушной обороны. Он способен поражать все средства воздушно-космического нападения. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. Впереди парадный расчет 106-й Гвардейской воздушно-десантной тульской дивизии под командованием майора Дениса Бушкова в составе расчета машины десанта нового поколения ВМД-4М. По своим скоростным качествам, огневой мощи, возможности десантирования с различных высот боевая машина не имеет аналогов в мире. Под знаменем 137-го Гвардейского парашютно-десантного рязанского полка проходит парадный расчет модернизированных многоцелевых бронетранспортеров ВТР МДМ «Ракушка». Ведет колонну капитан Ильдус Алтенбаев. На марше колонна модернизированных тяжелых огнеметных систем залпового огня ДОС-1А, первой мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет колонну капитан Дмитрий Дмитров. На брусчатке Красной площади колонна боевых и транспортно-заряжающих машин инженерной системы дистанционного минирования 1-й Брестско-Берлинской инженерно-саперной бригады Возглавляет колонну подполковник Дмитрий Нуриддинов. Система дистанционного минирования оснащена современным комплексом управления, позволяющим оперативно создавать минные поля любой сложности. На Красной площади представлены робототехнические комплексы огневой поддержки «Уран-9». Возглавляет парадный расчет майор Алексей Кукушкин. Представленные комплексы прошли успешные испытания в ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Вооружение робототехнического комплекса позволяет решать все задачи на поле боя, стоящие перед общевойсковыми подразделениями. На Красной площади колонна многоцелевых автомобилей повышенной проходимости и защищенности «Тигр-М», «Патруль» и «Тайфун-К» военной полиции, вооруженных сил Российской Федерации. Колонну возглавляет майор Павел Максимов. Бронеавтомобили предназначены для выполнения военной полиции, боевых и специальных задач. Мимо трибун проходит специальная техника войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет колонну майор Алексей Червин. В ее составе бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые позволяют решать служебно-боевые задачи в сложных условиях обстановки. На Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В ее составе мобильные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом подполковник Роман Нарожнов. Возможности ракетного комплекса «Ярс» позволяют осуществить гарантированный запуск с преодолением любой системы противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Начинается авиационная часть парада. Открывает воздушный парад Группа в составе трех вертолетов Ми-26. Ведущий группы майор Игорь Чигаев. В воздухе группа из пяти вертолетов Ми-8АМТШ. Возглавляет группу подполковник Николай Сергеев. Продолжают парадный строй ударные вертолеты Ми-35М и Ми-24. Ведущий группы подполковник Геннадий Галяков. В небе пятерка разведывательно-ударных комплексов Ка-52. Ведущий группы полковник Василий Клещенко. В воздухе пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28М. Ведущий группы подполковник Эдуард Казачик. В небе Москвы отряд из трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Возглавляет группу майор Михаил Краснов. Летчики майор Андрей Извеков и майор Иван Дорофеев демонстрируют дозаправку стратегического ракетоносца Ту-95 от воздушного танкера Ил-78. Дозаправка ракетоносца Ту-160 позволяет ему выполнять боевую работу в любой точке мира. За штурвалами самолетов подполковник Руслан Хамитов и майор Михаил Мишин. В парадном строю сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 под управлением майора Артура Петренко. Его сопровождает четверка самолетов оперативно-тактической авиации. Воздухе четверка современных многоцелевых истребителей СУ-35С подглавляет группу подполковник Алексей Шкарупа. В строю модернизированные фронтовые бомбардировщики СУ-24М ведущей группы подполковник Герман Анахов. Геби-группа тяжелых истребителей МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведущей группы — майор Алексей Беличенко. Пролетает строй истребителей пятого поколения Су-57. Ведущей группы — подполковник Владимир Володцков. В воздухе — группа из десяти самолетов. В боевом порядке — тактическое авиационное крыло. В ее составе — бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Ведущей группы — полковник Юрий Грицаенко. В небе уникальный кубинский бриллиант. В составе пилотажных групп — русские «Витязи» и «Стрижи». на истребителях Су-30СМ и МиГ-29. Возглавляет группу — полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй Воздушно-космических сил России шесть самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы с видами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу — подполковник Владимир Мордасов. В финале военного парада сбудный оркестр исполнит песню «Победа остается молодой». «Победа остается молодой». «Победа —mäßия graphist» «Непо отçата» «По всей стране, от края и до края...» Куда бы ни пришла победа в мае Великого девятого числа. И смотрит на следов своих Россия, как будто Вещера закончен бой. Проходят победители седые. Победа! 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 Остается молодой! Завершение парада. Оркестр под музыку прощания славянки покидает Красную площадь. Победа! Победа! Парад победы завершен! Да здравствует 76-я годовщина Великой Победы! Ура! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура! Галина Павловна Бельцова, Николай Александрович Муравьев, Владимир Михайлович Ярошенко, Николай Александрович Мельников, Владимир Яковлевич Ермоленко. Все эти ветераны в добром здравии сегодня на параде победы. По левую руку от президента находились Василий Гаврилович Пронин, Станислав Александрович Швыркунов, Геннадий Михайлович Ковалев, Дмитрий Тимофеевич Лукаш, Иван Петрович Лыткин. И всем им Владимир Путин по окончании парада пожимает руки, поздравляет с днем Великой Победы. Несмотря на сложные погодные условия, все-таки состоялась и авиационная часть парада. Сейчас Владимир Путин поздравляет ветеранов, которые находились на втором ряду. И позволю себе назвать и этих героев поименно. Юрий Николаевич Шабунин, Спартак Андреевич Сычев, Иван Яковлевич Демьянов, Александр Григорьевич Мысливченко, Константин Сергеевич Федотов, Евсей Яковлевич Рудинский, Александр Николаевич Лемно, Николай Константинович Инчук, Дмитрий Михайлович Епифанов, Степан Гаврилович Едыкин, Григорий Абрамович Крошнер. Все ветераны, которые находились сегодня на центральной трибуне. Ну а сейчас вместе с генералом армии, с генералом Сулюковым и вместе с генералом армии Сергеем Шойгу, Владимир Путин, очевидно, направляется в Александровский сад в могиле неизвестного солдата за всем происходящим со Спасской башней. В эти минуты наблюдает наш Сергей Брилев. Сергей, передаем вам слово. Расскажите, что видно вам. Татьяна, видно и то, что видно тем, кто смотрит за нашей трансляцией. Сейчас конкретно Владимир Путин подошел к командирам парадных расчетов. Если обратили внимание, во время парада эти военнослужащие возглавляют коробки, как их принято говорить, потом они по диагонали пересекают Красную площадь и вот образуют такой строй. Это командиры парадных расчетов, начальники тех коробок, которые только что прошли по Красной площади. Вот именно к ним направляется Верховный Главнокомандующий и всех их благодарит. Чего, конечно, надо сегодня просто отдельно действительно сказать спасибо всем участникам парада, потому что тяжелейшие, ну или на языке летчиков сложные условия. Но летчики, они все-таки там летят наверху. А эти ребята сначала отстояли на Красной площади, потом маршировали и воротить не валили. Никаких шинелей, что на самом деле честь и хвала. Молодцы, хороший парад. Вы знаете, я, наверное, от лица очень и очень многих людей, кто работал на священии паража, приходилось кому освещать события, связанные с тем, что происходит в Кремле, должен сказать еще одну вещь и, надеюсь, меня поймут и коллеги, и зрители. Я хотел сегодня склонить голову перед памятью Евгения Александровича Хорошевцева, многолетнего кремлевского диктора, ученика Левитана, который многие годы сопровождал своим дикторским наговором вот эти парады. Мне повезло, я участвую в освящении парадов начиная с 95-го года. Евгений Александрович был живой легендой, и, к сожалению, за этот год он скончался из-за ковида. И сегодня, я думаю, что надо поздравить, кроме участников парада, еще и обязательно Антона Сунцова, это новый диктор, чей голос мы слышали сегодня во время трансляции. Мне кажется, это очень хорошее продолжение получилось. И вот, собственно говоря, продолжу я, извините за тавтологию, темой продолжения. Уж сколько споров, особенно в сопредельных с Россией странах, о том, как оценивать прошлое, как смотреть в будущее. Вот сегодня, мне кажется, в очередной раз дорогого стоило. Пример то, что когда выехали на Красную площадь Т-34, на них стояли знаки Советской гвардии. А когда шли сегодняшние гвардии, на них были знаки сегодняшней гвардии, но одно другого не отменяет. Вот точно так же, как прощание славянки, в котором мы слышали композитора Агаткина, ведь этот марш был создан в начале XX века, под Балканские войны. Однако Советская Россия не смогла же отказаться от этой мелодии, по идее, написанной в царские времена, как бы тогда их не проклинали. Точно так же, как и Новая Россия, обязана была подхватить то, что вошло в воинские традиции в советские времена. Ну, кстати, сказать, вот знаете, есть такое расхожее выражение, Российская Федерация – это страна-правоприемник Советского Союза. Это не совсем верное выражение. Правильно говорит, страна-продолжатель. Именно такая была придумана формула в декабре 1991 года, когда Россия, как страна-победительница, как страна-продолжатель страны-победительницы во Второй мировой войне, взяла на себя функцию, ну, в частности, постоянного члена Совета безопасности, сохранителя ядерного запаса. А, собственно говоря, от наличия таких самодостаточных, сильных, уверенных в себе стран зависит стабильность мира. Вот какая высшая лига она есть. И да, парад – это зримое доказательство того, что в этом смысле все продолжается. Мы сейчас видим, как президент Путин вместе со своим коллегой, Мамали Рахмоном, президентом Таджикистана, оказавшимся в эти дни в России с рабочим визитом, цветные идут вдоль трибун по Красной площади в направлении Александровского сада, к могиле неизвестного солдата, где происходит финальная церемония любого 9 мая. Их приветствуют те, кто собрались на трибунах. Открою небольшой секрет еще о той точке, откуда мы наблюдаем за этим парадом. Дело в том, что вот отсюда, из-под курантов, из-за Спасской башни, есть виден один уголок, который совершенно правильно скрыт от лишних глаз. Это там, где оказывают, если необходимо, медицинскую помощь ветеранам. Бывает всякие 9 мая, бывает слишком жарко, бывает слишком холодно, как сегодня. И, конечно, людям пожилым не очень легко с такими делами справиться. Так вот, хочу вас уверить, что с этой точки, где находимся мы, мы сегодня, я за ней наблюдал в течение всех этих часов, пока мы работаем. К счастью, никому медицинская помощь не потребуется. Слава тебе, Господи, ветераны хорошо справились с этим парадом, действительно порадовались. И, собственно говоря, мы сейчас во время общения президента с ними видели, что они все в замечательном настроении. Пожелаем им действительно долгих лет жизни, пожелаем доброго здоровья. Еще раз поблагодарим за то, что вот эта сегодняшняя трансляция, это следствие праздника, а праздник следствие великой победы. Великая победа над злом, которое нужно было победить всему объединившемуся тогда человечеству. Слово «объединенные нации», кстати сказать, возникло вовсе не при создании организации «объединенных наций». Это слово возникло, как название, коалиции всех народов, которые объединились в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с человеконенавистнической идеологией, в борьбе с теми людьми, кто полагал себя вершителями судеб мира. Но здорово споткнулся, и, прежде всего, споткнулся, когда 22 июня 1941 года решился пойти на это безумие, напасть на Советский Союз и в какой-то момент дойти почти до стен Кремля. Могила неизвестного солдата, его останки были найдены в Подмосковье. Очень у многих из наших с вами семей есть пропавшие без вести. В один момент это было слово, ровное приговора для многих. Вот, собственно говоря, путь к справедливости, уже послевоенный, в значительной степени начинался с того, что в Советском Союзе, здесь, в Москве, у стен Кремля появилась могила неизвестного солдата, куда могут прийти поклониться сети, чьи близкие так и не вернулись с фронта. Но хочу вам сказать, что многие из нас, журналисты программы Вести, выезжали, конечно, на такие съемки, где работают замечательные люди, поисковики, находят их, и как же их еще придется долго искать. Недавно сам был в Новгородской области, 20 метров от дороги отходишь, все до сих пор в железе, все в останках. Могила неизвестного солдата и тумба с землей из всех городов-героев всего бывшего Советского Союза. Опять же, надо отдать должное России, которая нашла в себе в этом смысле... Нашла силы для России, это естественно. Сохранила вот эту память и верность этой памяти, вне зависимости от того, на территории каких независимых государств сейчас эти города-герои и крепость-герой, Брест, само собой, оказались. Татьяна, наверное, от вас сейчас уже лучше видно то, что предстоит комментировать, потому что президент покинул Красную площадь, где находимся мы. Сергей, спасибо. Да, действительно, на кадрах могила неизвестного солдата. Она расположена у самого входа в Александровский сад. Здесь же пост почетного караула номер один. Монумент имеет статус объекта культурного наследия России, является общенациональным мемориалом воинской славы. Это место памяти и скорби, куда приходят поклониться миллионы людей со всего мира. Сам памятник неизвестному солдату был создан к 25-летию разгрома фашистских войск под Москвой. Это бронзовая каска, лавровая ветвь на боевом знамени, вечный огонь и слова, которые известны каждому из нас. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Свой! Свой! Стой! Играет музыка. 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 Вечный огонь не гаснет уже 54 года. Даже во время профилактических работ его переносят на запасную горелку. Но она также выполнена в виде звезды. Вечному огню не страшны никакие капризы погоды, ни бури, ни ураганы, ни проливные дожди, ни самые лютые морозы. Лишь один раз Вечный огонь покидал Александровский сад. Это был в 2009 году. По специальному указу президента его переносили на Поклонную гору. Тогда проводилась реставрация монумента, чтобы обеспечить работу еще на десятилетия вперед. Но уже 23 февраля 2010 года Вечный огонь вернулся в Александровский сад к могиле неизвестного солдата. Останки, которые захоронены здесь, это останки неизвестных защитников Москвы. Они были обнаружены в братской могиле в районе деревни Крюково, в четырех десятках километров от Москвы. Один из погибших воинов был в форме, которая очень хорошо сохранилась, но она была без знаков отличия. Именно его останки и захоронили у Кремлевской стены. Тогда церемония прошла в декабре. Это было 3 декабря 1966 года. Это был очень холодный день, но при этом тысячи людей тогда вышли на улицу. Плотный живой коридор растянулся тогда от Белорусского вокзала до самой Красной площади. У каждого тогда на глазах были слезы, сдержать которые сложно и сегодня. Каждый считал и тогда, и сегодня, считал своим долгом отдать дань памяти защитникам Родины. Делают это сегодня и сами ветераны, герои войны. Спасибо. Итак, начинается почетный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Сейчас мы увидим крупный план. И, как вы видите, у бойцов особая парадная форма одежды и знамена трех родов войск. Сухопутных, военно-космических и военно-морского флота. Рота почетного караула несет боевые знамена прославленных частей и соединений времен Великой Отечественной. А завершает парад военный образцовый оркестр почетного караула. КОНЕЦ Мы являемся свидетелями завершения официальных церемоний сегодня на Красной площади, дальше в Александровском саду, в могиле неизвестного солдата. Но я хочу подчеркнуть важность того, что сейчас сказала Татьяна. Действительно, внеслись знамена трех видов вооруженных сил сегодняшних. Но чуть ранее, во время парада, мы видели, например, над коробкой военно-морского флота и Андрейский флаг, который мы только видели только что в Александровском саду, но и флаг военно-морского флота Советского Союза. Действительно, одно перешло из другого. И очень важно сохранить память и продолжать эти традиции. Это очень и очень дорогого слова. Здесь на Красной площади, где находимся мы, постепенно те, кто был приглашен сегодня в качестве зрителей на трибуны, расходятся. А вот в Александровском саду, как мы видим, продолжается общение ветеранов, продолжается общение с президентом. Все большие молодцы. Одеты, кстати, в форму уже современного образца. Выдержали, еще раз повторяю, непогоды. Сегодня был очень сложный, очень непростой с точки зрения погоды день для всех. Я же, пользуясь случаем, безусловно, хочу еще сейчас в завершении этой трансляции поблагодарить всех наших коллег, ведущих, соведущих, корреспондентов программы «Веси», телеканала «Россия», которые сегодня работали в самых разных точках. Надеюсь, наши зрители действительно оценили стратегическое расположение наших камер. Мы сегодня фактически не потеряли ни одного дециметра из того, что происходило на Красной площади, вокруг нее, внутри Кремля, с внешней стороны, на Красной площади. Мы сегодня действительно были свидетелями очень подробной, очень детальной конструкции. Ну а на этих кадрах мы видим, что президент продолжает общаться с тем, кто пришел, фотографироваться с ними. Вот, собственно говоря, одна из ветеранов Великой Отечественной войны, о которых упоминала поименно Татьяна. Да, действительно, мы дожили уже до того времени, когда поименно можно назвать тех ветеранов, кто присутствует. Да, самого младшего из них, по нашим подсчетам, 94 года, из тех, кто был призван на срочную службу. Есть, конечно, и помоложе, те, кто были юнгами, те, кто пережил блокадный Ленинград, приравный к ветеранам Великой Отечественной войны. Но вот из числа тех, кто был призван по призыву, 94 года, самому младшему из них, посмотрите, как бодро и замечательно они держатся. И уверяю, по крайней мере, по опыту своего общения с такими людьми, что чаще всего дело, ну, конечно, и в генетике, повезло с таким долгожителем. Но все-таки вот в этой силе духа. Те, кто прошел через фронт, те, кто прошел через боевые действия, те, кто смотрел смерть в глаза, обладают совершенно иной закалкой, иным стержнем. И нам сегодняшним во всем мире надо, безусловно, успевать учиться у этого поколения. Случилась в какой-то момент слишком быстрая смена тех, кто помнил генетическую войну, и те, кто о ней забыл, и те, кто считал, что должен заниматься политикой. Мне кажется, сегодняшний мир, и, кстати, что примечательно, не только в России, все чаще и чаще возвращается к урокам Второй мировой войны, Великой Отечественной войны для Советского Союза, и бы то был момент истины. Но если бы это был момент, было почти полторы тысячи дней Великой Отечественной войны, шесть лет Второй мировой, все про все. Мы также знаем и помним о том, какие события предшествовали тому самому страшному испытанию в жизни человечества. Очень бы не хотелось проводить параллели с какими-то вещами, которые мы видим, чувствуем. Сейчас тем важнее, тем важнее не забывать об этом с общеполитической точки зрения, и тем еще важнее слушать тех людей, которые прошли через фронт. Ими двигали в соображение не какой-то абстрактной политики, но с этого соображения спасение своей земли, спасение своего народа. И у этого поколения действительно есть чему учиться, учиться и продолжать учиться. Продолжать писать об этом книги, писать об этом статьи, снимать фильмы. И пытаться, конечно, действительно как можно больше брать у них из их личных воспоминаний, чтобы это было не то, как это представляется нам сегодняшним, а то, чтобы это отображало историческую правду того момента истины, этой эпохи истины, которую мир пережил, закончил, теперь же 76 лет назад, надеясь, что никогда такого не повторится. Прививка оказалась не вполне действенной везде, но она оказалась очень действенной. Я тех, повторяю, ответственных держав, особых держав, которые несут особую ответственность за судьбу мира. Мы можем поругиваться, но мы уже никогда, надеюсь, не поругаемся так, как это произошло тогда. Мы видим продолжение общения президента с ветеранами. И, собственно говоря, между прочим, при том, что каждый год мы ведем такие трансляции, 9 мая, все-таки трансляция этого года отличается. Отличается тем, что, смотрите, финальной, главной точкой оказалось общение с ветеранами. Сейчас президент, я так понимаю, что уже собирается помахал, сейчас собирается, собирался покинуть Александровский сад, но вижу, что остановился даже не из-за того, что его остановил еще один ветеран, потому что ему хочется остановиться. И это верно, это правильно. И, как видим, окружающие президенты, люди, которые отвечают за его график, может быть, иной раз и приглядываются, понимая, что, наверное, график начинает отставать от того, что было прописано на день, но вот это та ситуация, когда абсолютно любой график может быть сдвинут и отменен, и каждая минута дополнительного такого общения особенно ценна. Я, пожалуй, завершаю наш рассказ отсюда, с Красной площади. Ах, нет, нет, мы еще являемся свидетелями продолжения того, что видим на трансляции. Вот он, тот важный момент, о котором мы предположили, но который на самом деле происходит. Возложение цветов к тумбам, городам, героям, крепости Герой Брест. Татьяна, вам слово. Итак, первый город-герой – это Ленинград, переживший почти 900 дней фашистской блокады. Тогда фашисты хотели полностью уничтожить город, стереть его с лица земли. Второй город-герой – это Киев. Внезапный удар по Киеву немецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 1941 года, в самые первые часы войны. С этого дня началась героическая борьба за город, которая продолжалась 72 дня. Минск. В первые дни нацистского вторжения в СССР в июне 1941-го Минск подвергся опустошительным налетам германской авиации. Несмотря на упорное сопротивление Красной армии, город тогда был захвачен уже на шестой день войны. Сталинград. Сталинград, где развернулась одно из самых трагических и масштабных сражений в истории Второй мировой, в истории Великой Отечественной. Сталинградская битва, которая продолжалась 200 долгих кровопролитных дней и ночей. Севастополь. К началу Великой Отечественной. Город-герой Севастополь был крупнейшим портом на Черном море, главной военной морской базой страны. Его героическая защита от немецко-фашистской агрессии началась в октябре 1941-го. Город-герой Одесса. Уже в августе 1941-го Одесса была полностью окружена гитлеровскими войсками. Героическая оборона длилась 73 дня, на протяжении которых Советская армия и отряды народного ополчения защищали город от вторжения. Город-герой Керчь. За время боев в Керчи было уничтожено 85% зданий. Освободители встретили чуть более 30 жителей города из почти 100 тысяч в 1940 году. Город-герой Новороссийск. После того, как советские войска сорвали немецкий план проведения захватнических операций в Кавказском направлении, гитлеровское командование начало атаки именно на Новороссийск. Сражение за этот город длилось 225 дней. Легендарная Брестская крепость, защитники которой приняли на себя первые удары врага из всех городов Советского Союза. Именно Бресту выпал участь первым столкнуться с агрессией немецко-фашистских захватчиков. Город-герой Тула. Тула стал гордым героем благодаря мужеству воинов, оборонявших город с 24 октября по 5 декабря 1941 года. Город находился на осадном положении, но не сдался немцам, несмотря на обстрелы. Город-герой Мурманск. Во время Второй мировой портовый город имел для СССР стратегическое значение. Через него шли поставки от союзных стран. Немцы несколько раз пытались захватить его, но безуспешно. Город-герой Смоленск. С началом Великой Отечественной Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск по направлению к Москве. Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года. Внутри каждого из этих блоков капсула с землей. Она с тех самых мест, где шли ожесточенные бои с гитлеровскими захватчиками. С Мамаева кургана в Сталинграде от подножия Брестской крепости, с Малахова кургана в Севастополе. Ну а Ленинградская земля – это, конечно, с Пискаревского кладбище. Именно там похоронены тысячи жертв блокады и войны Ленинградского фронта.